Я приветствую вас, с вами вновь Александр. И сегодня я хочу рассказать вам о интересной коляской компании Априко. Модель называется Flyly. Эта коляска относится к категории сверхлегких. Так что давайте же изучим ее с вами поподробнее. Вот коляска Априко Flyly. Давайте немножечко о ее технических характеристиках. Она предназначена детям с рождения до 3 лет. И вес ребенка не должен превышать 15 кг. Имейте в виду это. И, как я сказал, она относится к категории самых легких колясок. И она весит всего лишь 5 кг. Поэтому транспортировать ее очень удобно. Она реально чуть, наверное, легче, тяжелее женской сумочки. Вот. Так, ну, собственно, к деталям. Что хочется сказать про ручку. Ручка классической формы, прорезиненная. Браться за ней неудобно. Ну, единственное, она никак не регулируется по наклону. Вот. Но она, в принципе, на среднем уровне находится. Поэтому большинству людей подойти должна. Что еще интересного в ней? Это то, что вы можете перекинуть эту ручку в противоположную сторону. И гулять с ребенком против хода движения. И если вы будете ее использовать совсем маленьким ребенком, это очень хорошо. Ребенок будет смотреть на вас, а не вперед. Это очень важно. Вот. Все. Кстати, еще момент. Когда ручка перекинута, в капюшоне есть отсек с накидной такой крышечкой, который можно убрать. И здесь окошечко с москитной сеткой. Вы сможете наблюдать за своим ребенком даже при перекинутой ручке наоборот. Также, когда вы перекинете ее в классический вариант, здесь также есть окошечко с москитной сеткой. Вот. Что касается в целом про козырек. Козырек здесь с очень приятной тканью. Очень такой плотный, хороший козырек. Видно, что он не продувает, особо не промокает. Вот. И он, в принципе, закрывает ребенка по самый бампер. И остается только зазор с ножками. Мне кажется, это очень хорошо. Вот. Также, вот здесь идут по бокам, есть распорочки, которые нужно будет раздвинуть, чтобы натянуть его хорошо. Если это не нужно и хотите его сложить, распорки сдвигаем и складываем его. Все очень просто. Что касается безопасности в этой коляске, флайле, здесь есть система пятиточечных ремней, классическая, обычная. Вот. И мягкий вкладыш, мягкая накладка на паховую зону ребенка. Это тоже очень здорово. Еще здесь есть бампер, который с одной стороны отщелкивается с помощью двух кнопочек. И передвигается в обратную сторону, чтобы вы могли посадить ребенка. Он гибкий, поэтому можете смело там раз так убрать его, не боясь его сломать. Посадили ребенка, защелкнули обратно. Все. И едем дальше. Вот. Что касается ложа ребенка, где он будет непосредственно сидеть, сиденье. Сиденье здесь с очень мягкой и приятной тканью. Здесь по бокам мягкая и приятная ткань. Специальные вкладки под голову, под тазовую часть ребенка. Если вы будете с новорожденным исфлотировать, очень полезно. Правильные формы, анатомические вкладыши здесь есть. Также вы можете спокойно регулировать наклон спинки с помощью двух тросиков. Здесь вот. Они здесь с металлической окантовочками, наконечниками, за которые вы натягиваете, регулируете. Чтобы опустить, здесь есть колечко, тянем его до конца вниз. И все. Положили. Получаем горизонтальное положение. На мой взгляд, очень здорово. Кстати, когда будет горизонтальное положение, использовано здесь подножка. Она на салазках. Она выдвигается и вы тем самым делаете ее длиннее. Если ребенок уже подрос, нужно, чтобы ножки свисали. Задвигаем ее обратно. И получается, ребенок у нас сидит. Все просто. Так, чтобы отрегулировать спинку в обратную сторону, мы тянем за эти тросики в разные стороны, противоположные. И получается, что мы ее выравниваем в рабочее положение, в сидячее положение. Так, что еще? Что касается самой конструкции рамы. Рама здесь, она хоть и легкая, но достаточно прочная. Очень хорошо сделана. Она не разболтана, ничего не люфтит, не скрипит. На самом деле, все очень прочно сделано. Вот. И на ней установлены спереди, как вы видите, колеса двойные и сзади двойные колеса. Передние колеса блокируемые. Все. Заблокировали. Если там неровность какая-то или еще что-то заблокировали, спокойно преодолевайте неровную поверхность. Разблокировали. И едете дальше уже по ровной дороге. Что касается тормоза. Тормоз здесь простой. Нажимаем сверху. Здесь не одна педаль на две, на два колеса, а на каждой стороне своя педаль. Можно блокировать по отдельности. Так. И, как вы видите, здесь также есть багажный отсек. Багажный отсек здесь он, в принципе, он глубокий, но по диаметру он совсем небольшой. Не знаю. Мне кажется, что можно было его сделать и побольше, потому что пространство здесь позволяет это сделать. Ну, это мое личное мнение. Мне кажется, можно было сделать покрупнее. Вот. В принципе, это все, что я хотел рассказать вам про коляску Aprica Flyle. И теперь немножечко подытожим. Вот. Мое мнение, как обычно, небольшое. Вот. Что понравилось, что не понравилось. Насчет того, что понравилось. Понравилось, в принципе, все. Понравился мне козырек. Ткань реально очень хорошая ткань. Очень плотная. И вот, мне кажется, она даже под дождь попадет, ребенок. Чтобы ее промочить, нужно много времени под дождем провести. Такая плотная, хорошая ткань. Внутри хорошая тоже ткань. Вот. Наличие бампера очень порадовало. То, что его очень легко откинуть, посадить ребенка. Вот. Единственное, что мне не очень понравилось, что на плечевой зоне ребенка нет накладок на ремни безопасности, чтобы не травмировать плечи ребенка, если это лето, маечка, там еще что-то. Мне кажется, что лучше, чтобы накладки были. Ну, мне так кажется. Вот. В принципе, все здорово, все классно. Рулится она хорошо. Единственное, что из минусов, это багажный отсек. Мне кажется, что он крайне невелик. Он глубокий, но по диаметру маленький. И, мне кажется, здесь надо было его сделать побольше. Ну, мне так кажется. Вот. Собственно, выбирать вам, как всегда. Вот. В принципе, все. Вы, собственно, подписывайтесь на канал и ждите новых обзоров на канале. Всего вам доброго. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok